Алло, Сергей Валерьевич, Снисарелка, Пифагор? Привет, Ярослав Петрович. Да, включил запись, потому что, видишь, у нас уже переписка перешла в общественное поле. Ролики, часть я озвучиваю, и наша с тобой запись это в развитии. Слушаю тебя, дорогой. Ну, то, что ты мне написал, я как бы набросал, ну как, набрасывал, в поезде ехал, набрасывал тебе, это самое, сценарий, да, ты там запросил. Я это уже выкладываю в общий чат, дублирую в обратную связь, поэтому это все уже, ну как бы, коллективное творчество пошло. Ну да, народ пусть включается, потому что там, может быть, какие-то варианты, у кого-то какой-то информационный блоки, там какие-то зигзаги, сюжеты, да, это коллективное творчество будет как бы насытить. Это я просто как бы схему пишу, ну как бы, ну если кому-то сценарий предлагать, потом катайте, что будет как бы, чего предложить, да, что есть готовый сценарий. Да, 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 но он не совсем затрагивает 8 миллиардов, нам нужно сценарий затрагивающий 8 миллиардов, вот, и, ну, начинается, что Киана Ривз открывает приложение Телеграм и открывает группу Глобальная Волна, приемная. А, ну это, я тебе говорю, что просто в данном случае у меня как бы такая мысль пришла, я ее как бы вот описал, а дальше куда воткнуть, ну, человек, который понимает, он может понять, что воткнуть, куда воткнуть, может кусок воткнуть там, или так далее. Не важно, я просто вот это напишу и пришлю вам как бы, чтобы... Вот Юлия Владимировна рядом, хочет вам передать и зрителям обратную связь. Слушайте, я хочу сказать вам огромное спасибо за этот текст, потому что он, во-первых, легко читается, во-вторых, в нем очень интересно, ну, подан материал, сани, сани-самоходы. И, когда мы... Что-то в голову пришло такое. Да, мы когда обсуждали с ребятами создание летающих тарелок, они сказали, что одна из самых главных проблем в летающих тарелках, что нужно уметь управлять телом, то есть уметь управлять сознанием так, чтобы она взлетела, и управлять телом, чтобы она двигалась в зависимости от наклона, ну, то есть, что это не от руля там, потому что есть крылья, да, не от кнопочек, потому что там есть цифровой интеллект, а именно связь с человеком, что человек своим телом, своим сознанием управляет летающей тарелкой, что, типа, люди так делать не умеют, и поэтому это, ну, является большой проблемой при создании летающих тарелок. И вот, буквально через две недели вы пишете текст, в котором описываете, как нужно управлять летающим мотоциклом, да, и это говорит о том, что общее поле сотрудничества, ну, как бы выдает эти пазлы, то есть они, ну, там, в одном месте это не знают, а в другом месте это знают, и вот общее выкладывание в общее поле дает такое взаимодействие и информирование, что, когда будет такой инструмент, можно будет вернуться к рассказу, как к образовательному именно, в художественной форме, образовательному контенту, чтобы можно было, изучая это, понять, как использовать инструмент, ну, то есть не сухая инструкция, а именно художественный, то есть она создает очень четкий образ, с которым считывается место, время, обстоятельства, и очень красивая история, что он там хочет встретиться с девушкой. В общем, лайк, плюс, огонь, сердечки, в общем, пишите дальше, вот это интересно. Так, Сергей Валерьевич. Да. Ну, Николай Шарапов, это была, как бы, вводная тренировка, но ключевой момент, пять пунктов, которые ты помог сформулировать. Каким образом? Киана Ривз открывает предложение, значит, он натыкается на... Да, звонил Иван Бедлов, он в Узбекистане, он говорит, Ярослав, твою глобальную волну смотрит в Америке. Маску переводили, и прилетели эмиссары к нему, и говорят, что надо, чем помочь. Вот, вот, поэтому пять пунктов, о которых мы говорили, и твой пункт там пятый. Я Елена Владимировна не говорю, и тебе говорю, что максимально эффективный инструмент донесения до широких масок, это кинематограф. Соответственно, пятый пункт, ты, как автор, помогай развить это в сценарном плане. Хорошо? Не увлекаемся Колей, а переходим на интересы каждого землянина. Восемь миллиардов. Да, так а что с Колей? Коля с батла слился. Вот, ну, я понимаю, конечно, что это специфическая тема, философская. Она, может быть, не всем будет понятна. И, может быть, не всем войдет. Вот. Ну, и он оказался неготовым. То есть, проявил полную несостоятельность. Он продолжает общаться. Прекрасно. Психотерапия продолжается. Поэтому коллективная. И наша, и его, и зрителей, и участников. Так что он не ушел и продолжает писать. Он же не мешает нам делать наше творчество. Дополняет только. Ну, да. Его реакция как раз органично очень дополняет. Он активнейший участник. Да. Так вот, по полю. Миллионер-корейка. Да, 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 да. В общем, думай, каким образом интересовать 8 миллиардов землян. Коля известен и понятен только узкому кругу, кто знает Колю. Может быть, через сценарий его фамилия прогремит на узкому землян. Конечно, конечно. И вообще, он потом будет рассказывать, что фильм стал гениальным, потому что мы сделали акцент именно на нем. Коля Шарапов. Шарапов не просто так. А человек, предлагающий оригинальные решения. Да. Знаешь, как этот, как иудок, который продал за 30 серебряников, а на самом деле это типа оболганная история. А его, а все, кому не лень, его поносят, что вот он такой негодяй, предатель там и так далее. Ну, в общем, тут можно по-разному рассматривать все это дело. В общем, Николай Шарапов однозначно широчайший интеллектуал. И его сильными качествами, конечно же, надо пользоваться, чтобы усиливать наше взаимодействие. Да, да, согласен. Все, на связи. Тогда жду новые тексты и выкладываю их в главный чат. Да, да. Хорошо. Все, всем привет, обнимаю, пока-пока. До свидания. Пока-пока. До свидания. До свидания.